Вот возьми! Судя по всему, здесь затонул настоящий дом! Эта магнитная рыбалка проходит в каком-то очень странном и жутком месте. Нет, нет, нет! Я не верю в свои глаза! Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Добро пожаловать в новый видеоролик, где мы с вами отправимся в самые необыкновенные, самые заброшенные и жуткие места, чтобы поднять со дна жуткие находки. Новый выпуск магнитной рыбалки специально для вас. Ставьте лайки, а мы пробираемся сквозь эти заросли к тому самому месту, где у нас есть наводка про жуткие находки. Обратите внимание сюда, ребят. Видите? Какие-то строения, какие-то части, не знаю, архитектуры или что это, деревянные, естественно, архитектуры, находятся сейчас здесь в таком состоянии. Это говорит о том, что что-то затонуло, и это самое прибило сюда, к берегу. По разным данным нам говорят, что к этому берегу могло прибить что угодно, потому что затопило очень секретный и жуткий объект, ребята. Судя по всему, мы пришли на место. Действительно, посмотри вокруг. Что это? Это часть какого-то фундамента, может быть, деревянного, а может быть, это плод. Смотри, еще здесь есть покрышка, и вон там вот как раз эти детали дома какого-то, которые могут затонуть, и прибило сюда его течение. Давайте начнем нашу магнитную рыбалку прямо здесь, и посмотрим, так ли это. Естественно, сегодня со мной полный арсенал. Магнит и... Поисковый магнит и крюк кошка. Ну что, приступим к магнитной рыбалке. Ставьте лайки, если вы любите магнитную рыбалку точно так же, как ее люблю я. Вот люблю я магнитную рыбалку, люблю вот эту природу путешествия, еще люблю тусить на даче. И, кстати говоря, всякие дачные лайфхаки я беру на канале Дачный участок. Вы тоже можете его посмотреть по ссылочке в описании и подписаться точно так же, как это сделал я. Как построить красивый курятник и многие другие лайфхаки, которые именно такие деревенские, дачные, которые бывают очень полезны даже в условиях природы. Обязательно подписывайтесь на канал. Вот, собственно, повторяю ссылочку в описании. Я подписался, и вы тоже подпишитесь. Ну а давайте мы сейчас вернемся к магнитной рыбалке. Самое страшное, что может приключиться во время магнитной рыбалки, это то, что ты забрасываешь магнит в неизвестном направлении, а его куда-нибудь сносит, уносит, или он вообще там застревает. И приходится покружаться в грязной, немытой, токсичной радиоактивной воде, чтобы вытащить магнит. И самое главное правило на магнитной рыбалке, это не говорить о застрявшем магните, потому что он обязательно застрянет. Так я же только что о нем говорил. Э, неважно. Давайте тянуть и смотреть, есть ли здесь что-нибудь. Потому что нам подписчики в комментариях написали, что это очень необыкновенное место, скинули нам координаты. Вы тоже в комментариях можете написать, где могут находиться жуткие находки в вашем городе или еще в каком-то. Не знаю, сейчас, если честно, на магните не чувствую я никакого зацепа, ничего такого. Какая-то грязь здесь, все в этом духе. А нет, что-то есть. О, ты смотри-ка! Какая находка с первого заброса! Это... А здесь что? Гвоздики всякой мишуры. Но это, вы посмотрите, это же звонилка! Вы прикиньте, это же LG! Не что-то там, а настоящий LG! Так, кому набираем? Так, подписчикам набираю. Алло! Подписчики? Подписку проверили, да? Точно? Вот смотрите видео, и у вас подписка? Не знаете? Вот проверьте, там красная кнопка должна стать серой. Зачем? Так за тем, что скоро 2 миллиона подписчиков на канале, надо быстрее набирать. До конца лета нужно добить. Там осталось меньше сотни тысяч подписчиков. Вообще, легкотня! За месяц как нефиг делать добьем? Давайте прямо сейчас нажимать и подписаться. Понял, да? Все понял, да? Молодец! Слушай, если тоже поняли, то это... Напишите, подписаны вы или нет в комментариях, чтобы я понимал. Чтобы понимать. А вообще кнопки заржавели, и не нажимаются. Ну и скорее всего, вряд ли это когда-либо включится. Что-то там внутри сломалось, однозначно. Но первый заброс, первая находка, и это круто. Продолжаем магнитную рыбалку. Как вы знаете, наша основная цель, конечно же, это поезд жутких находок. Но всегда мы стараемся, помимо этого, очищать водоемы от всего того, что не разлагается. Пластик, резина. Все. Ааа! Черт! Блин, я все свои вещи обрызгал этой тиной, гнильем этим подводным. Вот. И я призываю всех своих подписчиков тоже соблюдать чистоту и уважение по отношению к природе. Потому что она у нас одна, наша планета Земля. Ууу, это что за чучело я достал? Фуу, это же какой-то инопланетный червяк, стопудово. Ё-моё. Реально пришелец, однозначно. Ладно, оставим их на месте. А то не хватало нам еще в 2020 году нашествия пришельцев. Все, вернули. А это в помойку. Вон, видели, я еще говорил то, что та разрушенная база, на самом деле, да, предположительно, здесь могла быть находиться именно разрушенная база, где хранились какие-то секретные разработки или что-то в этом духе. И, возможно, вон тот кусок, на который я обратил внимание с самого начала, он тоже является частью этой базы. Блин, я думал, там сетка, но походу нет, она походу не металлическая. Ну-ка, иди-ка сюда. Такие вещи надо как раз-таки выцеплять с руком-кошкой. Но я в последний раз попробую. Магнитом. Все, мимо. Ладно, потом я разберусь с этим флотиком, что это такое. Давайте пока забросим магнит туда, подальше, чтобы все-таки искать находки. Я побольше размотал катушку. Раз, два и три. Сверху недалеко получается. Аномальная зона какая-то, ребята, аномальная. Опа. А зацеп-то есть. Аномалии. Хороший такой зацеп. Вот прям нормально так идет. Так. Можете сейчас поставить видео на паузу и напишите в комментариях, что это такое большое. Можете, что оно прям тяжеленькое. Прямо увесистое. Те, кто догадают, получат мне сердечко в комментариях. А кому-то я отвечу лично. Так что пишите оригинальные ваши версии. Вон, что-то уже виднеется, да? Пузыри аж идут. Так. Так. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Опа. Блин, сорвало их. Ну ничего, потому что всегда все накопки, они у берега и срываются. Но мы ее видим сейчас. И вытащить ее расплюнуть. Ну как расплюнуть? Тяжело, конечно. Плюнуть легче? Плюнуть намного легче. И это у нас... Да ну! Я так и думал! Это велосипед! Ё-моё! Велик! Только без колес. Ну что, покатаемся, ребята? Правда, он как-то настроен не совсем правильно. Ну вот, я так понимаю, на нем кто-то вот ехал и свернул не туда. А! Блин! А что с сидушкой? А! Больно! Что с сидушкой-то? Черт! Блин, а как с этим сидеть-то? Блин! Ладно, может я неправильно... С его тоже не справился. Конечно, попробуй так справься. Мысли вообще, я тебе скажу, не тем заняты. Ни управлением, ни поворотами. А вот как бы, когда у тебя сидушка здесь неправильная, ребята. Если у вас такая сидушка стоит, снимайте ее как можно скорее. Не, кроме шуток, что это за фигня? Почему? Это же сюда наварено. Это же кто-то модифицировал под свои нужды, получается, кто-то такую сидушку сделал. Я не шучу. Это, смотри, это реально не завод. Это сварка уродская какая-то, самопальная. Я не шучу, ребята. Но судя по ржавчине, судя по тому, что его уже поела природа конкретно так, валяется он здесь давно. Ну и, соответственно, этот руль, я так понимаю, тоже был выгнут в ходе падения. Да, вот так вот его можно выправить. Ну и, в общем, этот велосипед мы разыграем среди наших зрителей, кто напишет самый яркий комментарий. А пусть пока он здесь полежит. Зачем она тебе нужна? Я хочу бросить, очистить водоем. Ты в прошлый раз бросил, час потом нырял за ней. По-моему, больше было. Вот видеоролик. Были у нас конкретные проблемы и приключения из-за этой штуковины. Обязательно посмотрите. У тебя жизнь ничему не учит, да? Меня жизнь учит приключениям, понимаешь, приключениям. И я готов встретиться со сложностями, не то, что оператор, ради того, чтобы обрадовать... Застрять. Нет. Ради того, чтобы обрадовать зрителей и подписчиков крутым и интересным контентом. Ну, серьезно, что он там плавает? Я же уже начал ее доставать магнитом. Магнитом не получилось. А иначе зачем нам крюк-кошка? Для того, чтобы доставать немагнитящиеся предметы. О, какие-то комары большие летают. Так. Сейчас самое главное, это снайперская прицельная точность. Берегись, оператор. Вообще, ребята, опасная деятельность. В никаком случае не повторяйте. Это может быть очень опасно. Оп! Ну-ну. Что я и говорил? Что ты мне говорил? Блин, не хочется дерево портить. Так, отпусти. Отпусти. Ну, блин, я не хочу дерево портить. Так. Хорошо, что у меня есть сапоги, да? Ну-ка. Мы там зай. О, тина болотная. Может, это никогда не озеро, а болото какое-то? Мы тут ищем находки в этом гремучем болоте. Пахнет-то здесь реально как болоте. Неразумно подкакил, да? Ну, ладно. Еще разок. Да что ты будешь делать-то? Так. Все, давай сюда. Достаем. И отсюда я точно заброшу. Черт! Опять носки менять. Кстати, Игорь, напишите в комментариях, как часто вы меняете носки. Потому что я меняю их по три раза в день. На магнитной рыбалке я их постоянно. А мне промокают. И мне приходится их менять. Вот. Все, зацеп есть. А ты болтал, оператор. Застрянет, застрянет. Сейчас мы это дело вытащим. И посмотрим, что это за плод. Ты же понимаешь, нам с подписчиком важно узнать природу происхождения этих обломков. Я не буду ничего вырезать специально. Да и не вырезать. Ну пусть все видят. Потому что это охота, по сути дела. Понимаешь? Охота на обломки. О! Вот это вообще ниндзя зацеп. Просто ниндзя зацеп. В ролике, где мы выживали на плоту. Вот он, кстати говоря, по подсказочке. Посмотрите. Я примерно так же бросал и магнит, и кошку. И все это. Слушай, ну это металлическая решетка. Это какая-то дверь. Сто пудово. Смотри-ка. Я же тебе говорю, это секретная база. О, видал? Это я не болтаю. Вон. Эти штуки, на которые дверь крепится. Что-то затопило. Склад с хранением каких-то опасных, возможно, находок или еще чего-нибудь. Ты смотри, под такими замками оно было, а? Я же не шучу. Как будто тюремская какая-то. Да-да-да. Кого-то будто бы там запирали. Или что-то там прятали. И, возможно, вместе с этим домом, где все это хранилось, сюда эти находки и прибило. Я не знаю, что здесь сказать, ребята. Пишите ваши версии в комментариях. Пока доставал остальной мусор, вот типа такого, из этого водоема, мне пришла в голову идея. Ставить дверь и все находки, они в этой части, вот берега получается. И получается все находки и все остальное прибило куда-то сюда. Поэтому я и думаю, что буду бросать магнит дальше, именно в ту сторону. Вот что я не люблю в магнитной рыбалке, так это канаты. Они постоянно путаются, постоянно что-то с ними происходит. Поэтому очень это трудно. Не буду далеко бросать. Посмотрим, что там у меня получится найти, не найти. Так. Вроде бы зацеп имеется. Аккуратненько сейчас подтянем. Вон пузыри, видишь, там вдалеке идут. Начали что-то зацепил. Сейчас подтянем и вытянем это сюда. Так. Что-то было, будто бы только что отцепилось. Я не знаю, нет, ничего нет. Но там явно что-то было. Пузыри же видел? Так. Ну-ка, ну-ка. Давай, как-то еще разок туда же. Еще разок. Там явно что-то есть. Видишь, как пузыри. Как будто бы там что-то есть. Я потяну. Очень аккуратно, чтобы оно не отвалилось где-то здесь на берегу. Так. Так. Вон оно. Есть. Видно? Видно? Смотри. Ё-моё, это какой-то бокс. Это какая-то коробка. Сейф. Военный сейф. Вон, видали, как легко отваливается. Смотри-ка. Военная какая-то коробка. И здесь пропала надпись. Она темно-зеленая. Там что-то. Военная стопудовая. Да, стопудовая. Я же говорил. Я же говорил, что какое-то хранилище или что-то в этом духе было затоплено в этой области. И получается, эта коробка является подтверждением. Давай ее распакуем ближе к концу этого видеоролика. Окей? Чтобы сохранить небольшую интригу. А вы пока поставьте лайк. Смотри, видишь, как я сильно вспотел. Потому что я нервничаю и переживаю. Фух. Ладно. Продолжаем. Будем кидать сейчас туда же. Посмотрим, что там еще есть. Друзья, прошло уже где-то часа три. Солнце просто неимоверное. Я решил раздеться, потому что, ну, иначе я просто весь потею, тут солнечный удар получу. Поэтому я, кстати говоря, всегда ношу кепку. Мало ли вы не знали, почему нам не всегда разные кепки. Потому что, независимо от того, насколько вы в себе время, вы всегда можете получить солнечный удар. Поэтому я ношу кепку. Ну, а зимой ты не нафига носишь? Ну, чтобы снежный удар не получить. Ладно. Пока не было никаких находок за эти два-три часа. Пробовали и магнит, и тут кошку. Все, пробовали, пока ничего нет. Но я все бросаю в ту область, попробую сейчас. Опа. Это не ветка. Это зацеп. Видал? Смотри, во сколько пузырей. Опять зацеп какой-то. Видимо, там большинство находок и осталось. Сейчас самое главное очень медленно и очень аккуратно вытягивать, чтобы не оборвать ее где-нибудь на берегу. В конце концов это может быть что-нибудь очень опасное. Что если это... Я не знаю. Если мы нашли военный бокс буквально только что, несколько часов назад. Ведь там могло бы быть его содержимое. Я не знаю. Там что угодно могло быть. Снаряды, гранаты какие-нибудь. И все это под водой имеет большую опасность. Что-то виднеется. Смотри-ка. Что? Подожди, подожди. Это то, что я вижу? Серьезно? Ты что? Реально? Это же... Офигеть! Блин, 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 блинский! Это же... Это же снаряд какой-то! Боеголовка! Ты смотри! Она зеленая и с красной головкой. Это же... Это же зарядная какой-то боеголовка. И ядерная. Я не знаю, что это. Офигеть! Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Ее нельзя ни в коем случае трогать, ребята. Если во время магнитной рыбалки вы можете найти какой-то снаряд или что-то такое, нельзя это ни в коем случае трогать, потому что он может быть не сдетонировавший и когда вы к нему прикоснете, там что-то... Как... Бум! Понимаете, о чем я? Блин, я... Я же испотел опять. Фух! А-а-а! А-а-а! Смотри, как... Я не знаю, что делать, оператор! Это... Что это такое? Ты знаком с этой технологией? Нет? Надо гуглить. Надо гуглить. Вот она, да? Видишь? Есть сходство явно. Посмотри. Явно. То есть красная головка, зеленый низ и вот эти вот лопасти получают это сопло. Если присмотреться, кстати говоря, к этой самой боеголовке, смотри-ка. Видишь? Она запускалась, потому что здесь сопло, оно черное. То есть здесь обгорело, здесь был поток пламени. И еще я заметил вот здесь вот вмятину. Возможно, именно по этой причине она и не сдетонировала. Потому что, вот видишь, здесь серьезная вмятина. Вмятину сбили. Может быть, действительно, она была просто сбита каким-то альтер-снарядом. То есть, и поэтому она не сдетонировала и упала. А может быть, может быть, на этом складе, который здесь затонул и который мы сейчас пытаемся вытащить, как раз-таки хранятся какие-то ну, не сработавшие снаряды. Или может быть, ее уже, как сказать, обезвредили. Я не знаю. Напишите ваши версии в комментариях, как это могло сюда попасть, как эта боеголовка связана с этой дверью, с этим военным ящиком. Слушай, кстати говоря, телефон, телефон тоже вяжется во всю эту историю, потому что военным нельзя пользоваться вот этими какими-то айфонами, андроидами, ничем нельзя пользоваться, потому что там могут быть установлены шпионские программы. Поэтому они пользуются такими простыми телефонами, потому что там ничего не может быть установлено. Вот. И опять же, им нельзя использовать камеры. И у этого телефона также отсутствует камера. Так что, возможно, это не что иное, как какой-то военный телефон. А то, что мы достаем сейчас, это было намеренно затоплено, чтобы, ну, скрыть какие-то следы. И, возможно, мы наткнулись на какую-то секретную военную тайну, о которой не следовало никому знать. Как вы знаете, ребята, при обнаружении каких-то опасных находок мы никогда к ним не прикасаемся, мы вызываем соответствующие органы. Поэтому вот эта штуковина, да её, так сказать, опознание, будет лежать пока здесь, мы здесь будем присутствовать, но сами к ней прикасаться не будем. Так что, я не знаю, пока это остаётся тайной, но я надеюсь, что когда прибудут соответствующие люди, они нам скажут, что это опасно, это уже или уже нет. Но пока мы можем посмотреть содержимое этого бокса, чтобы узнать, что же там внутри. Потому что вытащился он уже довольно нелегко, и, возможно, там есть что-то интересное. Но, надеюсь, там нету растяжки. Это бывали такие у нас военные ящики с растяжками. Ну что, вы готовы? Раз, три, два, один. Блин, очень жаль на самом деле. Очень грустно здесь, кстати говоря, видимо, здесь было что-то секретное или что-то военное. И отсюда извлекли, что именно. Но, смотри, здесь какая-то ложа, деревянная ложа. То есть, это настоящий военный ящик, где хранилось, может быть, какое-то оружие или что-то в этом духе. Какие-то под что-то, да? Да, однозначно под что-то, ложа, может, под какой-то пистолет или секретное оружие, я не знаю. Не знаю, напишите ваши версии в комментариях. Опять же, здесь еще есть какие-то отверстия. Возможно, это был какой-то модуль, который куда-то устанавливается, я не знаю. Пишите, что могло храниться в таком ящике. Все это как-то очень таинственно и непонятно, ребята. Так что, дожидаемся людей и подводим итоги магнитной рыбалки. Ну что, друзья? Как видите, я уже спокойно беру эту штуковину в руки. Я не боюсь, потому что нам все объяснили, все рассказали. Были своего рода учения. И то, что мы сейчас держим в руках, это муляж. Условная единица, которую необходимо было найти или обезвредить сапером или кинологом. Я не помню. Но это, в общем, условность была. И, возможно, это происходило зимой, когда вот этот, собственно, сарайчик, вот это все остальное выстраивалось как условный объект для учений. И, может быть, как-то планировалось последующие учения, поэтому это все не разобрали. И, собственно, лед растаял. И это все ушло под воду и прибилось сюда. То есть, это все было условным объектом для учения либо курсантов каких-то, либо будущих военнослужащих. Вот. Но это все условные вещи, в общем. Слава богу, на самом деле. Вот, как бы, с одной стороны, это огорчение. Блин, мы не нашли ничего страшного, ничего жуткого. Но, с другой стороны, мы нашли очень необыкновенные находки, которые все-таки связаны с военной тематикой. И этот условный объект, видимо, просто был поврежден в ходе затопления. То есть, он упал на дно или его покоребало об днище какое-то или еще что-то. Ну вот. Но у вас согласились? Увидев бы такое, вы бы что подумали? Что это такое? Я вот сразу же испугался, потому что зеленый низ, красный верх. Это сразу же говорит о том, что эта штуковина довольно-таки опасная. Муляж ракеты, военный ящичек условный, конечно же, телефон. И вот это помещение, где-то все находилось. Все понятно, кроме одного велосипеда со странным седлом. Он как-то не вяжется во всю эту историю. В любом случае, на сегодня это все находки. Надеюсь, то, что вам нравится магнитная рыбалка. И чем больше лайков под этим видеороликом, тем скорее выходит новый выпуск. В любом случае, подписывайтесь на канал. С вами был я, Вячеслав Исмаилов, Илья Живия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.